здравствуйте уважаемые друзья вас от всей души приветствует инвестиционная группа универ меня зовут игорь китаев и у нас начинается вебинар под названием точка входа где мы обсуждаем события недели прошедшей и строим планы на неделю предстоящую характерной особенностью нашего вебинара является то что мы даем конкретные торговые рекомендации точка входа с такого-то уровня стоп-лосс там-то и там-то take profit там-то и там-то так что подключайтесь к нам это не только интересный но и полезный для трейдеров цикл вебинаров давайте начнем с украинского рынка я запущу мой торговый терминал quick не так давно мы в наших ежедневных обзорах поделились с трейдером с трейдерами своим мнением по поводу дальнейшей судьбы украинского индекса а значит и акции которые в него входят в настоящее время индекс украинской бирже двигается в рамках фигуры под названием виллы эндрюса вот они изображены на экране виллы эндрюса это три параллельных луча которая проходит через значимые вершины и донца центральная линия находится ровно посередке между верхней и нижней линией эти линии являются уровнями поддержки и сопротивления а также задают генеральное стержневое движение тренда дают нам ответ на вопрос какой это тренд медвежий или бычий какие у него цели где будут уровни отскока в данном случае мы видим что индекс украинской биржи дошел до верхней границы вилл эндрюса и оттолкнулся от них ближайшая цель находится вот здесь это нижняя точнее не нижняя центральная линия вот она таким образом с текущих уровней в течение ближайших нескольких недель индекс может просесть примерно на 45 процентов то есть с уровня нынешних 998 пунктов может упасть до примерно 940 945 пунктов кроме того мы не так давно делились нашим медвежьим взглядом и на акции центр энерго вот здесь обращает на себя внимание формирование фигуры голова и плечи это очень важная могущественная разворотная формация вот она голова левое плечо правое плечо буквально на днях в течение прошлой недели мы видели что рынок прокалывал вот здесь линию шеи вот она линия шеи вот здесь был ее прокол и хоть после этого цены встрепенулись и полетели вверх но все равно новый минимум в рамках медвежьего тренда нарисован у нас начинается формирование последовательно падающих оснований это дно ниже чем предыдущие это дно ниже чем предыдущие и это вершинка ниже чем предыдущие то есть начинает разворачиваться сценарий медвежьего тренда поэтому мы подтверждаем нашу рекомендацию держать шорт по акциям компании центр энерго давайте перейдем к другим рынкам в пятницу мы выпустили прогноз по фьючерсу на доллар рубль единым И согласно нашим наблюдениям, в настоящее время доллар-рубль повторяет свои собственные колебания шестилетней давности. Как он двигался в 2008-2009 году, точно так же он двигается и теперь. Обратите внимание, свечки, которые вы видите перед собой, это современный график доллар-рубль. Фиолетовая линия – это график его же шестилетней давности, наложенный на современные котировки. Обратите внимание, как эти графики похожи друг на дружку. Вместе растут, вместе падают, вместе формируют донца, вместе формируют вершины. Дно, вершина, вплоть с точностью до недели повторяются вот эти переломы. Таким образом, мы можем использовать вот эту фиолетовую линию, график шестилетней давности, для прогнозирования будущих колебаний рубля. На основании этого мы делаем прогноз, что в ближайшее время начнется укрепление этой валютной пары. И поход доллар-рубля с нынешних 56 до примерно 44 рублей за 1 доллар. Это недельный график. Давайте переместимся на дневной график. Здесь тоже мы видим, что индикатор RSI в зоне перекупленности около 70%. Сформировалась дивергенция, вершины индикатора RSI падают, а вершины графика растут. То есть происходит расхождение, дивергенция. Следовательно, в ближайшее время с высокой долей вероятности график рубля пойдет вниз, для того, чтобы отработать накопившуюся дивергенцию. Также мы не так давно поделились с нашими клиентами, подписчиками, нашим взглядом на дальнейшую судьбу пары австралийский доллар против американского доллара. Еще вот здесь мы написали о том, что впереди неизбежна новая волна ослабления австралийского доллара, что он будет падать. Дело в том, что мы обнаружили, что последние несколько лет австралийский доллар двигается в рамках 15-летнего цикла. То есть повторяет свои собственные колебания 15-летней давности, причем с достаточно высокой четкостью. Вершина совпадает с вершиной, эта вершина совпадает с этой вершиной. Здесь принцип точно такой же. Свечки – это современный график, на него наложен график 15-летней давности. И видим, что повторяются все основные движения. Где были переломы 15 лет назад, там же переломы через 15 лет. И вот сейчас начинается новый виток ослабления австралийского доллара. Как видите, австралийский доллар пошел за нашим прогнозом буквально как крыса за дудочкой Нильса. Совершил вот такой виток, петлю вниз, как мы и предполагали. Потому что начинается вот эта часть движения. И предположительно, по нашим прогнозам, она продлится еще достаточно долго, как минимум до середины сентября, а то и дольше. Стоп-лосс выставляется примерно вот здесь, на уровне 78-75. Take profit лучше не ставить и, как говорится, всласть, прокатиться на ослабление австралийского доллара и держать шорты до самой экспирации фьючерсов, то есть до 15 сентября. Продолжение следует... Также у нас довольно качественно сработал прогноз шортить нефть марки Brent. На вот этом участке пути мы выпустили обзор, опубликовали его на нашем сайте, что нефть дальше будет падать. И рекомендовали продавать ее в шорт со стоп-лоссом выше вот этого фрактала. Давайте пройдемся, скажем, несколько слов по мотивам прогноза, которые мы озвучили. Дело в том, что на вот этой части рынка мы видим движение вверх в рамках канала. Вот она его нижняя граница, а вот верхняя граница. Цены двигаются внутри него. От нижней границы отскакивают, идут вверх. От верхней границы отскакивают, идут вниз. То есть очень качественно реагируют на касания с верхней и нижней линией. Поэтому, когда цены пробили уровень предыдущего канала, вот здесь, мы увидели подтверждение слабости рынка. Того, что вот этого восходящего движения больше нет, и рынок клюнет носом. Нефть пойдет вниз, потому что уже исчерпал себя рост, который мы видели в рамках вот этих двух волн. Кроме того, было еще несколько медвежьих признаков по нефти. Вот она, вершина Б, отмечена зеленым эллипсом. Она сформировалась ниже вершины А. Быки хотели загнать нефть выше, где-то даже выше 70, но не получилось. Фиаско. Они остановились на уровне около 67 долларов за баррель, и цены поскользили вниз. Поэтому вот тут, после пробития зеленой линии, стало совершенно очевидно, что быки капитулируют, и будет сильное падение. Что, собственно, и произошло. После того, как котировки по нефти упали, мы выпустили по нефти еще один прогноз, в котором сказали следующее о том, что вот тут у нас сформировалась фигура продолжения тенденции под названием «Окно». В западном теханализе это называется «ГЭП», в японском теханализе – «Окно». Это ценовой разрыв между максимумом последующей свечи и минимумом предыдущей. «ГЭП». Вот он. Это модель продолжения тенденции. Однако у «ГЭПа» есть одна интересная особенность. Очень часто рынок стремится его закрыть. То есть перед тем, как перейти к продолжению медвежьей тенденции и походу вот сюда вниз, котировки могут подняться и закрыть окно, то есть коснуться его. Поэтому вот здесь мы советовали трейдерам наполовину откупить шорт. Вот те шорты, которые вы открыли вот тут, вот здесь надо наполовину закрыть, вот для того, чтобы рынок рос уже без вас. Ну, оставить только половину. А стоп-лосс уже можно передвинуть в безубыток. Поэтому по шортам, открытым вот здесь, вот тут закрыта половина позиции с хорошей прибылью. А стоп-лосс уже вот тут, в зоне безубыточности. Поэтому по этой позиции тем трейдерам, которые торгуют вместе с нами, по торговым планам, которые публикуются на нашем сайте, уже, как говорится, на душе полное спокойствие. Вы уже точно из этой позиции выйдете либо с прибылью, либо с хорошей прибылью, либо с небольшой прибылью, но точно это будет не убыток, потому что стоп-лосс уже находится в плюсовой зоне. А вот тут у вас уже закрыта половина позиции. Ну и тейк-профит располагается вот здесь, внизу, на фиолетовой линии. Идем дальше. Ученики, которые проходили курсы в нашем образовательном центре, знают, что мы высоко ценим торговую стратегию «Аллигатор» Билла Вильямса. Так вот, здесь был сигнал в том числе и по ней. Вот тут раскрылась пасть «Аллигатора», расплелись линии, синяя, красная, зеленая. Кроме того, вот здесь цены торпедировали предыдущий фрактал. Сформировался качественный сигнал на продажу. Начинается охота на медведя. Поэтому вот тут был сигнал еще и по этой замечательной стратегии. Ну и напомню, почему тейк-профит у нас устанавливается на нижней фиолетовой линии. Потому что после пробития канала, вот этого, цены двигаются вниз на ширину предыдущего канала. То есть отрезок DE равен отрезку GD. Вот так. В итоге у нас тут получился сигнал на шорт по достаточно большому количеству признаков. Половина позиции уже закрыта. Стоп-лосс без убытки. Как пелась песня «Только небо, только ветер, только радость впереди». И ждем тейк-профита на фиолетовой линии. Ну что ж, уважаемые друзья, на этом хочу сказать большое спасибо за внимание. Наш вебинар «Точка входа» завершается. Напомню, что в ближайшую среду в 18.30 состоится большой вебинар совместно с украинской биржей. Будет представитель украинской биржи Константин Немалюк. И мы с ним вместе будем обсуждать особенности торговли фьючерсом на евро-доллар на украинской бирже. Этот фьючерс был запущен в конце февраля этого года. Достаточно быстро стал очень популярным, и это, конечно же, радует. Поэтому в среду вы сможете задать интересующие вас опросы и ближе познакомиться с аспектами торговли этим популярным торговым инструментом. Всего хорошего. До новых встреч. До среды. Вебинар состоится в 18.30. До свидания и удачи. Продолжение следует...